Весь мир с теплом и пониманием отнесся к началу переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» в городе Доха. Узбекистан играет важную роль в проведении переговоров между сторонами и в целом в установлении мира на земле Афганистана. Ташкент признает важность этого государства для нашей страны и считает необходимой работу по установлению мира в этом многострадальном регионе. Устойчивое развитие Центральной Азии непосредственно связано со стабилизацией ситуации в Афганистане. Как неоднократно отмечал Шавкат Мирзиёев, не решив проблему Афганистана, нельзя говорить о мирной и процветающей Центральной Азии. Такое отношение и инициативы признают как правительство Афганистана, так и движение «Талибан». Нам хорошо известно, что Узбекистан в качестве приоритета внешней политики рассматривает установление мира в Афганистане. В феврале этого года в Дохе мы также обменивались мнениями по положительному решению афганской проблемы с министром иностранных дел Узбекистана. В рамках мирных переговоров мы также посещали Узбекистан и провели ряд встреч. В этой связи мы высоко оцениваем постоянные усилия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по установлению мира и стабильности на афганской земле. Предложения господина Мирзиёева по обеспечению мира для нас очень ценные, потому как мы хорошо знаем, что инициатива официального Ташкента нацелена на обеспечение мира и благополучие жизни не только народов Афганистана и Узбекистана, но и всех народов Центральной Азии. Узбекистан сегодня активно участвует в работах по восстановлению Афганистана. Заслуживают внимания такие крупные проекты, инициированные Узбекистаном, как строительство железной дороги Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар, прокладка линий электропередач Сурхан-Пулихумри. Эти благие дела чрезвычайно важны для Афганистана, и мы уверены, что они станут толчком для роста афганской экономики. Для реализации этих проектов в Афганистане работают многие специалисты из Узбекистана. Обеспечение их безопасности – также важный вопрос. Этот момент мы не будем упускать из виду и обратим на него основное внимание. Как вы знаете, несколько месяцев назад в Дохе было подписано мирное соглашение между движением Талибан и Соединенными Штатами Америки. Уже этот шаг свидетельствует о том, что движение Талибан – сторонник мира. Мы, разумеется, выполним условия соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновению угрозы опасности со стороны Афганистана и Узбекистана, или другим странам Центральной Азии. Я уверен в дальнейшем укреплении добрососедских связей с Узбекистаном. Теплые и искренние отношения будут служить стабильности обеих стран. Хочу особо подчеркнуть – в будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций – террористических групп. В мирном соглашении есть обязательства не только Талибан, но и американской стороны. Официальный Вашингтон должен вывести войска из Афганистана. Как только военные покинут страну, мы превратим Афганистан в мирный и благополучный дом. Достигнем того, чтобы в стране властвовала стабильность. Не секрет, что в последние годы из-за военных действий в Афганистане наблюдались разрушения. Жизнь афганского народа вышла из своего русла. Поэтому мы ценим помощь соседних государств, в частности Узбекистана, одной из крупных стран Центральной Азии, в преодолении последствий войны.